Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я воспользуюсь той минутой, пока налаживают презентацию. И, конечно, во-первых, хочу вас поприветствовать в столь поздний, достаточно для такого раннего начала, начавшейся конференции час. Я рада, что мы здесь, и не только друг другу, но и вам представляем наши материалы. Я хочу поблагодарить устроителей за возможность выступить и иметь такую площадку не только для представления state of art для различных вариантов лучевой терапии, но и для того, чтобы обсудить какие-то сложные моменты и, воспользовавшись мнением наших гуру, наших экспертов, все-таки получить новый заряд для наших дальнейших исследований и направлений. Ну, я буду достаточно краткой, чтобы у нас оставалось время и на обсуждение, и на дискуссии. Итак, ну, поскольку у нас секция такая разнонаправленная, да, то есть я коснусь все-таки гинекологической патологии. И сегодня много уделялось внимания онкогинекологами с хирургической точки зрения. Тем не менее, рак шейки матки, о котором пойдет речь, да, это одна из ведущих патологий онкогинекологических в России, на втором месте по численности. И, несмотря на все наши усилия, усердия, да, на протяжении последних 15 лет, тем не менее, проблема остается не просто актуальной, а археактуальной. Мы еще связаны с тем, что отмечается значимый прирост заболеваемости в среде молодых женщин, и многие факторы запущенности, о которых здесь говорится, да, они являются чрезвычайно актуальными и для репродуктивного здоровья, и для социальной реабилитации. То есть это не просто медицинская, но и социально значимая проблема, как была, так и осталась. В 2018 году в классификацию были внесены определенные изменения. Не останавливаясь на них подробно, хотела бы продемонстрировать все-таки вот именно этот слайд, то есть о каких, собственно говоря, пациентах, о каких опухолях мы ведем речь, да, о том, какие структуры женского таза вовлечены в опухолевый процесс, при том, какие задачи приходится решать лучевому терапевту. Ну и, собственно говоря, несмотря на установившийся в мире за последние два десятилетия золотой стандарт лечения инвазивного рака шейки матки, предусматривающий проведение радикального сочетного лучевого лечения на основе химио-радиомодификации цисплатином с еженедельным режимом введения и результаты подобного лечения у больных местно распространенным раком шейки матки с опухолевым поражением клетчаточных пространств таза остаются неутешительными. Пятилетняя общая выживаемость не превышает 30% с высокой частотой первичной неизлеченности и рецидивированием в течение первого года после окончания лечения. Более глубокий анализ этой группы больных показывает, что она, безусловно, гетерогенна и фиксация второй B, третьей B стадии рака шейки матки, в общем-то, не дает нам, по сути дела, представления о том, как больная отреагирует на наше лечение. И поэтому необходимо все-таки дифференцированно оценить, и в нашей работе мы ее начали с того, что дифференцированно оценили опухолевые поражения околоматочных клетчаточных пространств в зависимости от преимущественного механизма формирования, да, на основании, конечно, данных медицинской визуализации, мультипараметрической магниторезонансной томографии с диффузно-извешенными изображениями, мультиспиральной компьютерной томографией или ПЭТ-КТ, если они были. И углубленный анализ полученных данных с клинических позиций позволил дифференцировать варианты поражения параметральной клетчатки, обуславливающие различия в полноте и темпах ответа опухоли на проводимую терапию, исходя из возможных механизмов их развития, и предположить, что эти различия имеют соответствующее изображение при визуализации. Действительно, нами были выделены три основных механизма формирования параметральных инфильтратов при раке шейки матки. В частности, это прямое распространение опухоли на клетчатку со стороны шейки матки. Вариант один. Вариант два. Рост опухоли в параметрах и метастатически измененных лимфатических узлов. И раковая эмболизация лимфовоскулярных пространств по типу ракового лимфангоита. То, что онкогинекологи часто описывают как тежистость, и специалисты по медицинской визуализации действуют так же. В целом, мы могли на основе анализа наших ретроспективных данных, которые в последующем формировали контрольную группу нашего исследования, мы сделали некоторое заключение, что ответ на стандартную химиолучевую терапию больных раком шейки матки с различными по механизму формирования параметральными инфильтратами различен. И пациентки со вторым типом, и с первым при неблагоприятным типом, то есть при поражении более половины параметрия, при стандартном подходе практически не имеет на сегодняшний день перспектив полного излечения и длительного контроля над заболеванием. Вышеизложенное, собственно, и обусловило необходимость поиска эффективных, безопасных, экономически рентабельных путей решения данных проблем. Мы, естественно, воспользовались опытом предшествующих поколений и обратили свое внимание на гипертермию как универсальный модификатор опухолевого ответа, доказавший свою эффективность при лечении злокачественных новообразований и различных гистологических форм и локализации. Здесь председатели могут много и долго с подробностями нам сообщить в опыте использования гипертермии, в частности, при лечении опухолей прямой кишки. Тем не менее, многолетнее, десятилетнее обсуждение по этому вопросу на сегодняшний день консенсуса определенного все-таки мы не получили. И вот здесь представлены определенные виды медицинской гипертермии. Тем не менее, те работы, которые доступны в отношении гипертермии при местно распространенных опухолях тазовой области и гинекологии, не позволяют однозначно высказаться в отношении использования данного метода. И критика, собственно говоря, данных работ, она по силе доказательств сопоставима, в общем-то, с силой доказательств самих работ. Одним из направлений технологического поиска явилось, собственно, формирование группы модулированной электротермии, онкотермии, которую мы тоже рассматривали как перспективный метод радиомодификации, хотя вошли в некоторый клинч со специалистами по классической гипертермии, основывающейся на термической догме. Что же это за метод? Предусматривает локальное воздействие переменного высокочастотного электрического поля, модулированные колебания в определенном диапазоне и мкосное сопряжение асимметричных электродов, один из которых представляет собой, собственно, кровать. Онкотермия сочетает в себе преимущество некоторой классической мягкой гипертермии с нагревом массива опухоли до 40-42 градусов, без существенного риска термического повреждения окружающих тканей и прямой разрушающей действия на мембрану опухолевых клеток, как с формированной внеклеточной жидкостью энергии электрического поля. Основа физическая здесь описана, представлена, я не буду дополнительно на этом останавливаться. Способность опухолевой ткани к самофокусировке определяет отсутствие необходимости точного лоцирования электротермии, ну и возможность подстройки, динамической подстройки параметров и напряжения в зависимости от ощущения пациента, они позволяют избежать некоторых термических повреждений, которые свойственны классической гипертермии. Механизмы, о которых говорят, собственно говоря, создатели данного метода, акцентируют внимание на том, что термический эффект составляет не более четверти общего противоопухолевого эффекта модулированной электротермии и 10% в случае, если используются изотермические режимы. Первые результаты данного исследования мы представляли два года назад и имели активную критику со стороны сторонников и апологетов, развивающих классическую гипертермию, и их позиции нам были очень понятны и полезны, поскольку позволили нам еще раз вернуться ко многим экспериментальным моментам и проанализировать литературу. То есть для рак шейки матки все-таки мы основательных работ, касающихся использования модулированной электротермии, не нашли. Их буквально там около пяти работ, и все использовали совершенно разный дизайн исследования. Практически констатировались только клинические эффекты без акцента на механизмы, механизмы собственно воздействия критики, которые подвергались критике и подвергаются в рамках классической гипертермии. Итак, в нашем исследовании 54 больных, 46 больных первичный рак шейки матки с распространением опухоли на параметральную клетчатку, то есть вариант 1 неблагоприятный, вариант 2 и 8 больных логравионарные рецидивы гинекологического рака. Характеристики краткие здесь представлены. Как вы видите, это достаточно неблагоприятная группа больных, поэтому рассчитывать на эффект стандартного лечения у нас вариантов не было. Облучение проводилось на фоне химии радиомодификации и использовалась локальная глубокая модулированная электротермия. Сеансы экспозиции 60-90 минут, мощность 90-120 ватт, индивидуальная подстройка параметров воздействия мощности тока по переносимости 3 фракции в неделю. В среднем число сеансов на радикальный курс не меньше 10, от 10 до 15 сеансов. Для рецидивных опухолей в зависимости от резерва толерантности меньше, но тем не менее не меньше 5. Всего нами было выполнено 427 сеансов онкотермии. У небольшого числа пациенток пришлось курс прервать в связи с локальными изменениями, общей слабостью и отказом от проведения лечения. В дальнейшем больные получали брахиотерапию в том или ином варианте. Общий дизайн этого исследования представлен на слайде. Мы все-таки пошли по пути аргументированной дискуссии с догматами классической гипотермии. Мы проверили и термические эффекты, и сосудистые эффекты. Большинство больных, которые получали лечение в рамках нашей, в рамках нашего исследования относились к изотермической. У большинства больных онкотермия была изотермической, не превышала 38-40 градусов температуры нагрева, была, прямо коррелировала с передне-задним размером пациентке. И, в целом, доза в прямой кишке, в мочевом пузыре, влагалище и первичной опухоли или цервикальном канале значимых различий в этой ситуации не имели. То есть, в целом, даже одно измерение в одной из полостей позволяло, в общем, сделать определенный вывод, если ставить задачу оценивать термический эффект. То есть, надежда у нас была только на нетермические эффекты, ну или на вообще отсутствие клинического эффекта. Тем не менее, клинический эффект мы получили достаточно высокий, полная регрессия практически 50%, частично более 70%, то есть с перспективой первичного излечения более 30%, 13% стабилизации. Прогрессирование, о котором, в общем, довольно часто говорится в этих дискуссиях, да, что пролонгированный нагрев или небольшой нагрев, отсутствие термического повреждения ведет к генерализации процессов, в общем-то, на нашем материале мы подобного эффекта не отметили. По рецидивам тоже достаточно положительная динамика. Осложнения не были тяжелыми, как вы видите, то есть все это заставило нас еще более подробно рассматривать все-таки нетермические эффекты воздействия. Итак, нами была исследована линейка генов из 24 генов панель. Из четырех точек производился забор материала для того, чтобы избежать упреков в гетерогенности, собственно говоря, ответа опухолей больших объемов на воздействие. Брали мы до начала лечения в середине курса лучевой терапии и по окончании курса лучевой терапии. Как в основной, так и в контрольной группе нам удалось взять 240 образцов. Результаты сопоставлялись методом подбора пар. Не приводя сложные логарифмические расчеты и графики, из панели в 24 гена только 4 гена, которые здесь показаны, продемонстрировали нам значимые различия в коде лечения в основной и контрольной группах. То есть именно эти показатели для нас на сегодняшний день являются перспективными в плане изучения влияния онкотермии на опухолевый апоптоз. Кроме того, нами была отмечена тенденция корреляции различий в динамике генов и влияния на апоптоз и общего эффекта лечения. Соответственно, комбинированная технология химии электротерапии, предусматривающая проведение на фоне конформного радикального сочетанного лучевого лечения платина содержащих режимов химиотерапии и региональной глубокой электрогипертермии, перспективный метод радикального лечения больных раком шейки матки с неблагоприятными вариантами распространения опухоли по уключаточным пространствам таза и определение ряда параметров апоптоза может иметь прогностическое значение и для оценки эффекта лечения в целом, и динамическая оценка эффективности проводимого лечения, возможного своевременного подключения других вариантов терапии. Благодарю за внимание. Я не очень большой специалист в области онкогинекологии, как вы знаете, но у меня есть такое впечатление, что в принципе у нас есть с помощью интерсоциального введения ИГЛ возможность достаточно серьезно увеличить дозу в параметрии. И можно ли это рассматривать в качестве альтернативы гипертермии или все-таки это какое-то совместное, так сказать, использование этих двух методик. И второй вопрос заключается в том, что вот согласно... Ну, у нас... Мы занимались очень давно гипертермией. У нас стереотипы, конечно, такие уже, наверное, немножко устаревшие. Но я обратил внимание на то, что доза в мочевом пузыре, в прямой кишке и в опухоли, она идентичная. То есть формально в этой ситуации мы должны модифицирующий эффект гипертермии... Ну, может быть, это немножко механистично, но мы должны предположить, что он будет и с точки зрения нормальных тканей примерно таким же. Вот есть ли все-таки различия в этих эффектах? Я имею в виду в плане реакции при гипертермическом лучевом лечении со стороны мочевого пузыря и прямой кишки. И все-таки можем ли мы гипертермически вот этот компонент заменить увеличением дозы с помощью интерсоциальной брахиотерапии? Спасибо огромное за интерес и за вопрос. Отвечая на первый вопрос сразу скажу, что мы подключаем интерсоциальную брахиотерапию, да, на этапе брахиотерапии. Вся модификация у нас данного рода проходит на этапе дистанционном, то есть предшествующем брахиотерапии. И, ну, если вы хотите мое мнение как радиотерапевта, я считаю, что это, ну, в некотором смысле терапия отчаяния, да, потому что мы идем на риск, повышенный риск повреждения мочеточника, повышенный риск повреждения сосудов, да, дабы излечить опухоль, которая не излечилась на первичном этапе. Потому что задача первичного этапа, собственно, создать оптимальные условия для размещения эндостатических устройств, для размещения аппликаторов Лечера, желательно стандартной геометрии, да, потому что МРКТ, совместимый аппликатор Лечера, в частности, вот при использовании ридия, он не имеет возможности быть раздвинутым, то есть расстояние между овоидами, оно фиксировано. Чем более стандартизована геометрия опухоли к моменту начала брахиотерапии, тем, в общем, лучше для нас, для больного и для эффекта лечения. То есть в данной ситуации это нисколько не противоречит, но сочетает, насколько это следующий, наверное, этап, то есть если несмотря на все наши усилия, то есть собственно мы и прикладываем усилия, чтобы резорбировались параметральные инфильтраты, и мы показали, что вот второй тип, когда растет из лимфоузлов, и первый тип, когда очень большие инфильтраты, они не успевают резорбироваться даже за те 50 и даже за 60. Грейп, потому что, естественно, что процесс лучевой терапии, он длительный, да, формирование все-таки пула радиорезистентных клеток, он никуда не девается, и основной плюс хирургов в плане лечения рак шейки матки, что они уносят массив опухоли, да, это первое. Что касается второго, я еще раз могу подчеркнуть, мы тоже шли вот таким же путем проб и ошибок, да, тоже основываясь на пусть минимальном нашем, но глобальном опыте коллег в отношении классической гипертермии. Для электротерапии, да, или электротермотрапии, все-таки небольшой там mild гипертермия там есть, да, гипертермический эффект как таковой, да, он составляет всего 10%. Да, то есть, ну, по большому счету, повреждающее действие, как вы видели, исходя из слайда, касающихся осложнений, в общем-то, им можно по большому счету пренебречь в этой ситуации, потому что процент изотермических и mild гипертермических ситуаций вот на нашей группе, он там превышал 80%, 85% больных не имели температуры выше там 40-41 градуса. Поэтому, естественно, при облучении большого объема доза в мочевом пузыре и в кишке, доза, прилежащая к массиву опухоли, она, безусловно, будет такой же, да, и уповать на то, что мы можем какой-то градиент дозы создать я бы не стала. То есть, именно наши надежды связаны с тем, что по-разному на эту электротерапию реагирует здоровая ткань и опухолевая, да, именно идет вот активация апоптоза в опухолевой ткань. Спасибо огромное, да, я понял. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Тогда нет вопросов? Тогда я, если можно, Михаил, на вас помучаю немножко. Вот вы провели больше 50 больных, таких достаточно распространенных гинекологических, вот вашу онкотермию, да, и лучевую терапию и химиотерапию. А вот лучевая терапия 2D была ли 3D? 3D? Настолько конформная? Только конформная. Конформная 3D, CRT, AMRT и RapidArch. Эти все пациенты, они получали один и тот же метод лечения, да? У вас была контрольная группа, с которой вы сравнивали результаты свои собственные, свой исторический контроль? Может быть, я просмотрел? Да, будьте добры, верните, пожалуйста, слайд дизайн исследования. Безусловно, была контрольная группа, и именно с ней мы сравнивали и влияние на апоптос, потому что, поскольку складывалось не два метода, а три, да, то мы не могли без контрольной группы четко сказать. А можно еще не влияние на апоптос, а влияние на локальный контроль? Ну, покажите, пожалуйста, еще раз, верните, пожалуйста, к дизайну. Нет, ниже все, ниже. Давайте, ну, хорошо, я сейчас сама. Да, давайте. Стоп, я сама дальше. Вот, собственно говоря, вот общий дизайн, да? Общий дизайн исследования нашего. Это вот основная группа? Да, это основная группа. А контрольная группа, какого там было доказательства? Ну, я здесь не привела. В контрольной группе 64,3% была общая выживаемость, а безрецидивная еще ниже. А локальный контроль, вот это, ведь мы же локальный, это у нас локальный метод лечения, вы можете как-то посмотреть? Для контрольной группы локальный контроль составлял порядка 64,3% в контрольной группе химия, терморадиотерапии. Группы были сопоставимы по стадиям, по распространенности, по представленности вот параметральных интеллектратов трех типов, да? Потому что, ну, часть группы… То есть было несколько хуже, да? Да, хуже. Незначимо, но несколько хуже, я так понимаю, да? Ну, собственно, для основной группы у нас пока готовы только трехлетние результаты, да? И трехлетняя безрецидивная выживаемость у нас 91,6%. Но я боялась пока представлять подобные сравнительные данные, да? Без глубокого анализа и сопоставления. Поэтому акцентировала внимание на механизме возможного воздействия. Потому что много вопросов у меня у самой было на это. Наверное, это и правильно. Но вот онкотермией мало кто в мире занимается. Если локальная гипертермия – это избирательное перегревание опухоли с температурой 41-45 градусов. И в 60-е, 70-е, 80-е годы колоссальное количество было экспериментальных исследований. А в 90-м году было на съезде в Минске, по-моему. Больше 100 отделений в Советском Союзе имели кабинеты локальной гипертермии. И достаточно был в Советском Союзе распространённый метод лечения. Он был чуть ли не уже четвёртым методом лечения, который должен был победить опухоль. Но, к сожалению, страна рухнула аппаратов, и аппараты исчезли, и также исчезла, исчез этот метод лечения. И локальная гипертермия в эксперименте. Было показано, что при таком прогревании полчаса-час из такой температуры у животных примерно 10% опухоли полностью уходит. Но потом, через полгода, возникает рецидив. По данным онкологическим, колоссальный материал от 16% до 45% полной регрессии увеличивал локальной гипертермии. Вот это вот то, что давала гипертермия. И есть международные исследования по раку шейки матки, многоцентровые в Европе, показавшие, что имеется достоверное улучшение о локальном контроле выживаемости 3-х, 10-летней, 12-летней. А вот есть международные исследования, я не беру экспериментальных, там много, я, честно говоря, механизм до сих пор не понимаю онкотермии. Вот есть международные исследования, которые показали, что есть достоверное улучшение результатов при какой-то локализации. Потому что я знаю автора в локальном контроле, который хорошо знаком. Вот есть или существует? С Русаковым, да, наверное, да? Не только из Венгрии был, он ведь учился у нас в Санкт-Петербурге, здесь, и потом вот изобрел этот аппарат, он же, в общем, выходец из СЭФ, из стран. Из Венгрии, да. То есть имеются вообще или нет где-то? Безусловно. По крайней мере, то, что приводят авторы, да, это данные в первую очередь по раку поджелудочной железы, да, очень оптимистичные и многоцентровые и рандомизированные исследования. По глиобластомам этот метод ФДА приняло как метод, ну, утвердило как метод радиомодификации при глиобластомах в Соединенных Штатах, для забрюшинных опухолей. Ну, вот для гинекологии, скажем так, и для опухолей малого таза рандомизированных исследований именно по онкотермии мне, к сожалению, не встретилось. А те, что встретились, были одноцентровые, но чрезвычайно интересные, из Южноафриканской республики, польские, венгерские исследования. Ну, здесь все-таки я сейчас не хотела на этом долго останавливаться, но каждое из них, в общем-то, могло быть критически оценено, а самое главное, что мы не могли воспользоваться этим дизайном, потому что они все имели абсолютно разные дизайны, с моей точки зрения, ну, вот, наших пилотных исследований предполагаемого влияния, то есть они заведомо шли на неблагоприятные режимы, да, то есть так, чтобы нивелировать и дискредитировать метод, на мой взгляд. И в целом, вот, ну, я пришла на сегодняшний день, ознакомившись еще благодаря своим коллегам с работой гипертермической установки БСД и вот с МРТ-контролем гипертермии, то есть мне кажется, что вот понятие, то есть модулированная электротермия, как таковая, она может входить, безусловно, там, в понятие термальной медицины некоторым образом, но это вообще не суть, то есть она, наверное, не есть истинная гипертермия точно и имеет совершенно иные механизмы воздействия. Ну, собственно, именно из-за того, что рассказ о механизмах, о мемораноповреждающем действии онктермии шел все время из одного источника и даже экспериментальных, доказательных данных, в общем-то, раздобыть так уж не удалось, ну, будем так, будем честными, да, потому что когда эти данные приводит производитель, всегда есть некоторые опасения, что, ну, пусть даже подсознательно, не будем говорить о сознательном, тенденциозность определенной исследователя может быть в представлении данных, а чисто данные эксперимента они не представляли никто. Ну, вот поэтому мы, собственно, и перепроверяем, так бы мы просто обограничились чудесными клиническими результатами, удобством использования и отсутствием страха, да, то есть не страшно использовать, потому что ничего не греется, собственно, повреждаться нечем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok